Тихий нокаут, активировать! На тебе! Всем хай! С вами Юджин и сегодня мы наконец-таки снова играем в полюбившуюся многим игру Кэнши. Очень извиняюсь, что этой игры так давно не было. Я знаю, что вам всем понравился Мак и Ползун. Мне тоже очень понравились эти ребята. Вот наша игра, мы продолжаем её играть. Мы здесь, Мак тоже здесь. Чё он бегает? Ты чё бегаешь? Плечо болит, ещё с прошлого раза. Тут отвратительная медицина. Куда-то его, видимо, направили. А как же дела у Ползуна? Как всегда, он под полом спит. Быстро вспоминаем. Чё мы хотели от этой жизни вообще? Конечно, у нас же там большой амбициозный проект, который Мак и Ползун вместе запланировали. Это каменоломня. Недалеко от этой рабской каменоломни. Но в отличие от неё, там мы будем свободны. Мы будем по своей воле долбить камень. Это принцип современного рабства. Ты сам хочешь это делать. Срочно, необходим сеанс телекинетической связи с Ползуном. Ползун, ты слышишь меня? Да, Мак, я слышу тебя. Рад, что твоё сознание не до конца отключилось, Ползун. Мак, какой у нас план? Ты не поверишь. Но я только что применил свои тайные знания. Ты про те знания, которые нам так и не помогли ни разу? Прекрати, Ползун. Ты должен верить в тайные знания. Оказывается, я могу слышать мысли огромного количества людей, которые почему-то за нас переживают. Что за люди? О чём ты говоришь? Огромное количество людей. Просто гигантское количество людей, Ползун. И все очень хотят, чтобы мы поскорее освободились. Я не понимаю, какое им до нас дело? Очевидно, мы вызвали у них симпатию. Поэтому они дают нам советы. Теперь я знаю, как мы сбежим. Короче, я решил воспользоваться вашими советами, чтобы помочь магу и Ползуну сбежать. Оказывается, герой прокачивается, если ты делаешь одни и те же движения постоянно. Допустим, если мы будем скрытно ходить каждый раз, то скрытность будет прокачиваться. Давайте ты скрытно будешь ходить. Прокачиваем скрытность. Ой-ой-ой-ой. Нет, не прокачивай скрытность. Делай рабские действия, совершай. Блок, блокируй. Вот, прокачивай блок, пока есть возможность. О, нет. Только не сюда, только не на стол. Ползун. Что, маг? У меня есть две новости, хорошая и плохая. Плохая это то, что меня привязали к штырю. А хорошая какая? Сегодня все зависит только от тебя. Но я не знаю, что делать. Я передам тебе инструкции по телекинетической связи. Конец связи. Что ж, Ползун сейчас остался один. Пока что магу придется повисеть здесь. Я хочу попробовать обучить их максимальной скрытости, так, чтобы не было вообще видно. Начнем мы, конечно же, с отпирания замков. Скрыть. Слом удался. Сбежать. Я не подведу тебя, маг. Теперь мы начинаем тренироваться. Ускоряем время. О, ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Пришли, пришли по мою душу. Продолжаем скрытничать. Все, немножко потренировались. Только я не понимаю, это как-то сработало? Скрытность 7. А у мага? Скрытность 14? Маг во всем превосходит ползуна. Они зашивают, кажется, штаны ползуну. Терпи, ползун, терпи, ты унизительный, я знаю. Смотрите, какие незаботливые охранники друг с другом очень деликатно относятся. Дай я тебе шнурочки завяжу. О, спасибо. Ты такой внимательный ко мне, Джордж. А мне еще так нравится лбом упираться в твою ляшечку. А что за штаны? Очень хорошие штаны. У тебя такие же, блин. Куда несут ползуна? А, все, он, кажется, в коме, да? Как там у мага дела? Мне здесь не место. Очевидно, здесь висят одни великаны. Это штыри для великанов. У меня даже ноги не достают до земли. Очень неудобно висеть. Как будто бы висеть должно быть удобно. Им следовало поставить штырь нормального размера. Я должен освободиться. Вскрыть. Сейчас как раз ночь. Значит, будем сейчас наблюдать. Скрытность 14 у мага. Просто когда мы ползуном ходили, такое ощущение, как будто ничего не менялось. Сбежать. Ха! Получилось. Плечо до сих пор болит. Жмем скрытно. Убираем покорный раб. И начинаем тренировку. 15. Это работает. Сколько дней мне придется этим заниматься? Мы не можем здесь оставаться. Нам нужно убежать обратно на тот мост. Все, побежал. Побежал, маг. Ты супер быстрый, маг. Стоп. Ползун. Куда ты идешь, ползун? Зачем его сюда послали? Он покорный раб. Он сам двигается. Я ничего не делаю. Так я повернусь. Как мы близки. Ставим на паузу. Давайте посмотрим. Оценим ситуацию как следует. Что это за устройство? Черт, еще один пост. Нет, мы не сможем здесь ничего сделать пока что. Давайте просто посмотрим, куда идет ползун. И как дела у мага? Он уже на мосту. Умница. Скрытность. Вот до сюда иди. Прокачивай свою скрытность. Умница. Ползун. Ты куда идешь? А может быть ты стоп сделаешь? А стоп. А нет. Нет, 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 нет. Пассивность, пассивность, пассивность. Не верю, что так все хорошо складывается. Надо сообщить об этом ползуну. Ползун, ты не поверишь, как у меня классные дела идут. Я очень рад за тебя, маг. Хотя у меня тоже дела неплохо. Неужели? Что же у тебя новенького? Меня избили, но я не впал в кому. Это потрясающие новости. Ты крепнешь с каждым выпуском. Что? Выпуском? Я не знаю, что я только что сказал. По мне много тайных знаний. И некоторые иногда просачиваются. Скрытность. 16. До сих пор? А почему продолжается не прокачиваться? Однако увеличивается атлетика уже 15. Чтоп. Чтоп. Что? Маг упал. Маг упал в кому. Просто шел, подскользнулся, упал. Почему? А! Я лишился способности ходить. Надо сказать об этом ползуну. Ползун. Ползун. Я не могу с ним связаться, черт возьми. Как же так? Мои короткие ноги подвели меня. Это было неожиданно. Ведь это самая сильная часть моего тела. А скрытность не прокачивается. Какого фига? А! Он упал. Он просто опять отрубился. Да что со мной происходит? Надо скрытно двигаться среди врагов. Тут враги довольно-таки рядом. Ох, это будет дерзко. Придется долго ползти, но я выносливый. Давненько Маг со мной не выходил на связь. Кажется, он в беде. Я должен что-то предпринять. И смотрим вот здесь. Мне кажется, вот тут нам должно прям хорошо идти. Мне кажется, не работает. Нифига. Давайте-ка спустимся. Не спускайся, не спускайся, не спускайся, не спускайся. Опасность. Во, давай вот так здесь ходи. 73. Погодите. 74. Вот. Дыглец! Скорее ползун! В клеточку давай, в клеточку. Зайти. Твоя любимая. О, ты уже зашел. Сам это сделал. О, ты здесь. Он отказался ползти. Стоп. Я просто решил встать и встал. Вот это сила воли. Давайте наблюдать за процессом прокачки. Это будет выпуск, как два наших героя самостоятельно, отдельно друг от друга пытаются стать лучше, чтобы в итоге образовать наилучший союз. Пошло, пошло дело. Начинаем ходить по кругу здесь. Упал. Двигаться скрытно это очень утомительно. Давай, ползи. Как ящерица. Это просто ящерица. Не смотрите, охранники, не смотрите. О, нет, его заметили! Как же он его спалил так хорошо? Окей, ползун. Выходим. Что у нас на первом этаже? Все спят. Крашеная роба. Ткани. Ползун. Мне надо выходить срочно. Скрытность включил. Прокачивай. Что-то вскрыть замок. Я свободна. Мы подставили просто ее. Скрытность 8. И, кстати, мы прокачиваем. А, она убежала, ее пинают. Ладненько. Давайте посмотрим на это. Оп. Нифига она как в матрице уворачивается. Пичная битва. Жалко, это не наши герои. Она проиграла. Они ее закрывают, а она взламывает одновременно. Она будет отвлекать их своими попытками сбежать. Тем временем мы будем прокачивать себе скрытность. Я должен поднять свои скиллы, чтобы помочь магу. Оп. Охранник пришел. Сел просто. Вяленая рыба. Это же любимое блюдо ползуна. Философские рассуждения одного охранника. Если так подумать, чем я отличаюсь от этой вяленой рыбы? Многим. Рубрика философствования одного охранника закончилась. А теперь давай, ползун. Тебе надо взять эту вяленую рыбу во что бы то ни стало. Выходим. Скрытность. Вяленую рыбу. Статуэтка императора. И керамическую миску. Все взяли. Вы только посмотрите, какой выносливый оказался ползун. Уже несколько дней он так туда-сюда ходит. Прокачивает свой скилл. Скрытности 24% уже. И даже ни разу в обморок не упал. Охранник пришел. Сел. Смотрит на место, где пятно осталось от вяленой рыбы. Он не видит, как ползун скрытно двигается. Вообще не видит нифига. Все увидел. Посмотрите, как мы вообще активно двигаемся. Охранник не приводит. Куда бить? О, нет, вы поняли. Хорош. 25, почти 26% скрытности. А мне запрягли камень колоть прямо возле ворот. Погодите. Мы за пределами. Блин, нас увидят, конечно же, да? Вряд ли они уйдут, да? Нет, стой. Мы еще и ковыляем. У нас нога болит правая. Я до сих пор не могу связаться с ползуном. Я вообще не знаю, что с ним происходит. Да, блин, опять мы на шесте. Чувствую себя стриптизершей грязной. Охранник засунул мне доллар в трусы. Даже не знаю, как это воспринимать. Итак, прошло какое-то время. Ползун прокачался до 32 скрытностей, а маг все еще на шесте. Ну, как мы говорили, все от ползуна зависит. И как раз-таки ползуну пришла в голову идея. Нам нужно зайти за какой-нибудь дом, где нас не будет видно. Вот здесь, например, и начать ходить. И причем нужно, чтобы оба персонажа были в одной точке. Тогда мы сможем их одновременно прокачивать. Я должен попробовать связаться с магом. Что происходит? Я должен попытаться. Кто-то пытается залезть мне в голову. Маг, ты меня слышишь? Алло? Маг, отлично, получилось. Ползун это ты? Я смог это сделать. Я горжусь тобой, Ползун. Ты очень способный ученик. Маг, у меня идея. Я знал, что ты что-нибудь придумаешь через несколько недель, пока я тут дышу на шесте. Спасибо, что поторопился. Слушай меня внимательно. Мы должны с тобой встретиться в одной точке. Я постараюсь передать координаты по телекинетической связи. Координаты получены. Увидимся, Ползун. Целую. Что? Ничего, приступаем к заданию. Проверим, насколько Ползуну удалось прокачать свои навыки. Медленно выходим. Встанем вот сюда. И проверим, скрытность прибавляется. Что ж, я не должен подвести своего товарища. Сбежать. Вон он, я вижу его. Главное не торопиться, но в то же время и не медлить. И мы здесь. Мы собрали их вместе. Попробуем начать их прокачивать вместе. Привет, Ползун. Маг, ты добрался. Я знал, что ты что-нибудь придумаешь, дружище. Все благодаря тебе, потому что ты верил в меня. Ладно, комплиментами потом обменяемся. Нам нужно действовать с тобой. Ты скрытный? Я очень скрытный. Но сейчас мы станем с тобой еще скрытнее. Давай зайдем в этот угол. Не работает. План провалился. Что же придумать? Возможно, здесь просто нет охранников сейчас. Как на счет этой башни? Фига, маг какой быстрый. Во, хорош. Давайте, ребят, до потери пульса. Просто жрут землю уже. Все, встаем, продолжаем. Прости, Ползун, я тебя случайно пнул. Продолжаем тренировку. 8 гребаных часов спустя. Нет, 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 спалили. Пулзуна там пятером месяц. Пулзуна забрали. И теперь настало время магу прокачиваться. Я чувствую себя комментатором футбольным. Нет, мага спалили. Они не могут управиться с ним. Что за бэнни-килл происходит? Блин, его споймали. Мы прокачили мага и уже прокачали его аж до 51 скрытности. Зашел охранник. И он не видит нас. Что у него тут? Вареные овощи. Два вареных овоща. Я должен его нокаутировать. Успех неизбежен. А что если взять? Хоп, хоп. И мы пробуем тихий нокаут. Тихий нокаут активировать. На тебе. Почти что сработало. Все, я в тюрьме. Я вышел победителем в любом случае, потому что вареные овощи у меня есть. Ползун обзавидуется. 51. У мага 51 скрытность. И сейчас ночь на дворе. Мне кажется, нам всем пора сваливать. Окей, ползун смог сбежать. Маг, твой черед. Да, мы вышли. А теперь нам нужно на мост попасть на тот. Ползун, у меня есть идея. Какая идея, маг? Но тебе она не понравится. Отлично, мы здесь. Я очень нервничаю. Да, я знаю, я тоже. Но что ты мне подсказываешь, что сейчас у нас что-то получится? Мы оба с тобой необычайно скрытные. Ладно, попробуем ползуна сюда запустить. Теперь маг. Дразнить. Давай, дразнить. А-ха-ха-ха. А-ха-ха. 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 Вперед, ползун. Это твой шанс. Я бегу, маг. Сделай так, чтобы это не прошло даром. Давай, ползун, иди. Есть. Погодите, есть? А-ха-ха. Свобода. Ползун, это свобода. Настоящая свобода. Но какой ценой. Впервые я чувствую, что получил люлей за что-то стоящее. Нет, ну как же? Что это? Что это такое? Я никогда не видел животное. Это будет наш питомец. Костепёс. Охранять. Следовать. Воу. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Зачем я его тронул? Нет. Нет. Бессознание. Он просто бессознание. Мне нравится, что у меня живот ухудшается. Костепсов больше не трогаем. Как же опасно здесь. Мак, я сделаю так, чтобы твоя жертва была не напрасной. Если я, конечно, не сдохну, что очень вероятно. Субтитры сделал DimaTorzok.